Друзья, сейчас будем заниматься арт-терапией. Поможет нам гость наш прекрасный, Татьяна Скутина, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии, развития и консультирования, сертифицированный арт-гельштальтерапевт, член арт-терапевтической ассоциации России. Татьяна Васильевна, очень непросто, а вот всё это... Ну, смотрите, арт-терапия. Ну, мы взрослые люди, мы не совсем верим в то, что-то намалевав на бумажке, можно, в общем, снять стрессовое состояние. А может, вы не знаете, у нас работа очень стрессовая. Мы постоянно под давлением, под контролем. Нам как-то надо, в общем, восстанавливаться. Что делать? Ну, с одной стороны, я с вами соглашусь, просто так промалевав что-то на бумаге, быть, может, вы не почувствуете какого-то эффекта, вы увидите рисунок. И правда, в школе, когда дети на рисовании сидят, то, особенно если предлагают что-то по образцу сделать, ребёнок тоже может скорее накопить стресс, потому что оно у него может не получиться так, как на образце. И это совершенно не имеет отношения к арт-терапии. Слушайте, ну, это моя история, потому что у меня не получалось. И мне говорили, ну, это плохо, это отвратительно. Ты не умеешь рисовать. Поэтому я с тех пор вообще не брался за это дело, считая, что это, конечно, ну, мягко говоря, не моё. Ну, вы знаете, вот так вот и получается, что у человека может не только создаться впечатление, что не его, но ещё и вообще к творчеству, к такому изобразительному какая-то установка, что нет, это нехорошо, плохо эмоционально. Вот. И такие взрослые часто приходят на наши программы по арт-гештальту и открывают для себя заново. Открывают заново, что они на самом деле могут. Особенно если они будут ориентироваться ни на кого, будут ориентироваться только на себя. И вот арт-терапия, она скорее предлагает не рисование. Я вам предложу чуть позже. Мне уже не терпится просто. Да. А предлагает арт-терапия самовыражение при помощи краски, кисти, да. И когда ко мне приходят на консультацию люди, и часто тоже мужчины взрослые говорят, а я не умею рисовать. А я спрашиваю, а что вы не умеете? Вы не умеете кисточку держать? Вы не умеете, да, стаканчика донести, краску зачерпнуть? И говорят, ну, тогда у вас все есть, чтобы попробовать выразить себя на бумаге. Давайте попробуем выразить себя. Ну вот смотрите. Я хочу солнышко нарисовать. Это что-то будет значить? Вот смотрите, тогда мы с вами уйдем в область диагностики. А вы вроде бы попросили меня, чтобы снять стресс, там, какие-то состояния. А вот смотрите, это будет тогда немножко не арт-терапия, то, что если вы нарисуете просто солнышко, да? Но я хочу, наоборот, поднять себе настроение и желтым цветом показать, что вот в будущее, вот он посыл, что все будет хорошо, что солнышко будет светить, что будет тепло и ярко. Тогда такая самоподдержка это для вас будет. Но это же арт-терапия получается? А вот смотрите, арт-терапия отличается тем, что есть психолог, арт-терапевт. И есть особая ситуация общения, которая между нами формируется. Вот. И важно, смотрите, важно сделать в отношениях этот рисунок, и важно сделать то, что, правда, актуально сейчас для человека. И то, что вы сейчас даже вот, несмотря на то, что я не очень-то вас поддерживаю, вы все равно делаете, рисуете свое солнышко, вот это, мне кажется, уже достаточно терапевтическое действие. Отсюда я делаю вывод, что у вас достаточно много вот такого потенциала к самовыражению и такой какой-то воли. Татьяна Васильевна, я вот Андрея могу понять. Ну, потому что он взрослый человек, и я взрослый человек. А жизнь взрослого человека в современных условиях – это боль. Это боль и груз ответственности. И, конечно, он хочет внести в свою жизнь побольше солнца, тепла и чего-то позитивного. Ну, вот, мне кажется, вот из этих соображений человек хочет изобразить что-то вот яркое. Вы знаете, когда приходят люди вот действительно на прием, когда они обращаются уже с психологической помощью, скорее они рассказывают мне о своей как раз боли, о своих трудностях, о своем стрессе. И это то, о чем мы начинаем говорить. И в какой-то момент, когда уже установились отношения, когда человек уже достаточно доверяет этой ситуации, тогда я предлагаю скорее присмотреться внутрь себя. Какая ваша боль, какая ваша тревога? Вот вы сказали о своем стрессе. Можете мне чуть больше рассказать? Вот вы когда думаете о стрессе, в каком образе вы его представляете? Ну, я не знаю, вот, нет какого-то конкретного образа. Есть, вот, ну, какая-то степень ответственности и вот череда событий, к которым ты должен иметь отношение для того, чтобы, как это все сформулировать-то правильно. Ну, вот, мир, он подразумевает, значит, ежедневные какие-то вот мероприятия по поддержанию, не знаю, материального положения, значит, каких-то вот ответственность перед близкими. Ну, вот что-то такое, что тебя не отпускает, потому что ты человек, который несет ответственность за многое. Да, и это тогда внутри что вызывает? Вот как это, если поискать, это тяжесть, это, допустим, какую-то, ну, уж на темноту или, может быть, давление где-то, вот, если вот... Ну, скорее, некий груз, да, в общем. Ты представляешь, что ты такой шачок в борьбе идешь и тащишь там все. Извините, как голубой цвет получить? Вы можете смешать. Слушай, мы вообще вот о другом сейчас говорим. Да, да. Что голубой цвет? Ну, вот, возьми водичкой, разбавь, будьте голубой. А, ты убил мой самолет! Ну, ты просил, я сделал. Спасибо, друг. Слушайте, ну... Да, вот мы сейчас подошли к очень важному моменту, действительно, и вот этот... Я сейчас сорвусь. Успокаивайте меня. Возьмите себя в руки, прекратите. Успокаивайте, все хорошо, все хорошо. Он игрушку сломал. Давайте тогда вы продолжите свой рисунок, да. А взрослые поговорят. Если мы расценим это с точки зрения киштальтерапии, то это такой эксперимент, когда жизнь вносит в вашу радужную картину, которую вы начинаете воплощать в жизнь, вносит такую вот неожиданную помеху. И вот сейчас вы с этим сталкиваетесь. И последите, какие ваши чувства, и как вы с этим справляетесь. Это тоже будет интересный эксперимент, а мы тогда продолжим с вами, да. Вот. Вард-терапии смотрите. Мне хотелось, конечно, сейчас все это превращать в некий полноценный такой сеанс. Все-таки у нас телевидение. Но вот есть какая-то разница, я просто хочу вернуться к теме нашей программы, да, между терапией, которая направлена на взрослых и на детей. Все-таки это разные истории. Ребенок, слава богу, еще не приобрел тот опыт, тот, ну, некий груз негативный, который человек накапливает там, ну, к определенным годам. Ну, смотрите, если даже остановиться в точке, до которой мы дошли, да, вот, то действительно вот арт-терапия предлагает заглянуть внутрь. И взрослому вот я вам предложила, вы обсудили сначала внешнюю ситуацию, Тома спросил, а как это внутри отражается? И следующий шаг бы, если по арт-терапии вернуться, поискать этот образ как внутри и его уже воплотить на лист. Вот в эту точку. Ну, вот я образно, значит, там представил, что это вот такой ослик, который тащит вот что-то тяжелое. Да, да, да. И вот как-то беспросветно он так смотрит вниз и несет. Вот смотрите, и мы уже с вами приближаемся к арт-терапии, потому что получился образ. Из слов такого описания явился образ. И если бы мы сделали шаг дальше, то он мог бы и воплотиться как-то на лист. Это надо было нарисовать. Да. И мы бы тогда увидели чуть больше, чем в ваших словах. Мы увидели бы, что в вашем образе. Мы увидели цвет, наклонена ли головка, повисли хвостик. А, то есть это бы вы потом как-то расшифровали? А мы бы с вами обсуждали. Тут нет такого расшифровки. И смотрите, вы спросили про детей. Правда, а для детей образное мышление, это правда то, что им больше свойственно, нежели слова, да? И спасибо, да. Сейчас мы к вашему рисуночку тоже вернемся. Вот. И для детей, кстати, более естественно, чем разговаривать с детьми, и дети больше идут на контакт. У меня в кабинете есть и краски, и пластилин. И ребенок часто, даже не переводя в слова, выразив что-то... Понятно. Татьяна Алексеевна, я предлагаю работу Андрея обсудить, что называется, за кадром. Да, потому что это очень лично, я не хочу, чтобы... Да, может быть здесь что-то откроется такое, что нельзя... Спасибо. Спасибо.